На этой неделе всю страну взбудоражили события в Казани. 19-летний террорист пришел в гимназию, взорвал самодельную бомбу, а потом расстрелял учеников и учителей. Погибли 9 человек, двое взрослых и семеро детей. Более 20 получили ранения, некоторые из них сейчас находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Подобные происшествия уже происходили в Керчи, Перми, Улан-Удэ. Поражают подробности трагедии. Террорист спокойно прошел с оружием через жилой микрорайон, а ранее заявил о своих намерениях в социальных сетях. Происшествие обнаружило проблемы. И пока компетентные органы думают, как их решать, вся страна скорбит вместе с Казанью. Наутро после трагедии пьедестал доброго ангела мира был красным от гвоздика роз. Вместе с цветами сюда несли детские игрушки. Так Нижневартовск прощался с погибшими в Казани. Это очень страшно. Очень грустно, страшно и трагично на самом деле, что оставляя детей, работая, зная, что вроде дети должны быть в безопасности, а вечером они их не увидят. Пропускная система большинства российских школ хорошо отлажена для обыденного ежедневного контроля, когда все идет по плану и достаточно изредка включать строгость. В экстренных ситуациях у охранника и в актера остается одно оружие – тревожная кнопка. У некоторых еще самоотверженность. Детей надо обезопасить сначала. Под танк, под рогом ничего. То есть вы бы на ствол пошли? Ну а что бы мне? Я свою отживу уже. Мы обычно проводим именно эвакуацию обучающихся. Мы выходим на территорию школы и так далее. В данном случае, конечно, вот в этом, да, здесь, конечно, никуда, никакого движения быть не должно, а именно забаррикадироваться и ждать помощи Росгвардии и тех служб, которые именно отвечают за безопасность непосредственно. Сразу после трагедии вновь заговорили об ограничении на продажу оружия. Например, для молодых людей до 21 года, не отслуживших в армии. Они, по статистике, чаще всего становятся шутерами. Впрочем, легально купить оружие и сейчас не так просто. Для этого нужно оформить охотничий билет, пройти обучение и получить специальное медицинское заключение. Если во время медицинского осмотра у претендента на оружие выявляются какие-то подозрения на наличие психических расстройств, либо наркологических расстройств, либо при химико-токсихологическом исследовании мы обнаруживаем какие-то вещества, то данные пациенты идут на врачебный прием, а в дальнейшем все разрешения даются только через врачебную комиссию. Лицензию выдает Росгвардия. По ней можно приобрести соответствующее оружие без боекомплекта, оформить его и только потом вернуться за патронами. Сейчас намного все жестче и жестче, поэтому нужно не ограничивать, а нужно воспитывать и учить людей обращению с оружием. Давайте мы тогда не будем, значит, выдавать водительское удостоверение. Согласитесь? На дорогах таких сумасшедших еще больше, которые убивают людей на автомобиле. Хацан Эскорт. Пятизарядный полуавтоматический дробовик. Именно таким воспользовался казанский стрелок. Приобрести его может любой, если есть разрешение. Цена около 30 тысяч рублей. Вот оружие покупают, я вам не спрашиваю, вы для каких целей берете? Многие на самом деле отвечают следующим образом, чтобы было. Сейчас тяжелое время. Тут вот видно сразу, человек пришел, он охотник. То есть в одежде, как положено, да? Возраст, по-саме понимаете, не 21 год. В Южкороле, там стрелок покупал оружие, не задались вопросом, зачем 19-летнему парню нужен ствол. А потом в Казани никто не обратил внимания на идущего по улицам вооруженного человека. Последствия известны. Горли пересохло, до сих пор тяжело это осознавать. Ситуация, конечно, из ряда вон выходящая, когда гибнут дети, сами понимаете, тут никаких комментариев, ничего нет, одни мысли, эмоции. Мы дополнительно введем обходы территории, дополнительно усилием количество. Дополнительно у нас, я уже проговаривался, дополнительно у нас внесены план работы. Это увеличение количества видеокамер по периметру здания, по периметру территории. Это пропускной режим для людей, которые хотят заниматься спортом на территории. Безопасность – вопрос важный. Но к каждому входу, к каждой школе, а их в России около 40 тысяч, росгвардейца не подставить. Да и превращение самих школ в крепости с блокпостами и усиленной охраной может дать обратный эффект и только добавит проблем. А их, как мы видим, и так немало. Они живут в головах у людей, заставляя их брать в руки оружие. И такими вопросами, кроме силовиков, должны заниматься аналитики и психологи. Алексей Шабанов, Евгений Лоскутников. Специально для программы «Больше чем новости» из Нижневартовска. Продолжение следует...